1 Псалом Давида 2 Псалом Давида 2 Псалом Давида 3 Псалом Давида 3 Псалом Давида 3 Псалом Давида 3 Псалом Давида 4 Псалом Давида 4 Псалом Давида 5 Псалом Давида сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь, приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино и елей умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внимли глазом вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих. Уравняй передо мной и путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердца их пагуба, горта них открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, допадут они от замыслов своих, по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возбутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобой любящее имя Твое, ибо Ты благословляешь праведника Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Псалом шестой. Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омывая ложа мое, слезами моими омочаю постель мою. И сохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плаща моего, услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. «Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистолства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог, судья праведный, крепкий и долготерпеливый, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый изучал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его теме. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. Начальник ухора. На гевском орудии. Псалом Давида. Господи Божий наш, как величественное имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взирая я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его предангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле! Псалом 9. Начальник ухора по смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышней. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут перед лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный, Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, ими их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол Свой, и Он будет судить Вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте, Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопли угнетенных. Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чьере Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народу в яму, которую выкопали. В сети, которые скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы забывающие Бога, ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы перед лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют, ибо нечестивый хвалится похоть и души своей. Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны. Суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Говорит в сердце своем, не поколеблюсь. В роды и род не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в лаговище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая все эти свои. Сгибается, прилегает, и бедное падает в сильные когти его. Говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных твоих до конца. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь, ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоею рукою. Тебе предает себя бедный. Сироте, ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает боли человек на земле. Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите, душе моей, улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят на нищего, вежды его испытывает сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Псалом 11 Начальник ухора на восьмиструнном Псалом Давида Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, усталь стивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все усталь стивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь отродость его вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальник ухора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною, призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость твою, сердце мое возрадуется о спасении твоем, воспою Господу облагодетельствовавши у меня и буду петь имени Господа Всевышнего. Псалом 13. Начальник ухора. Псалом Давида. Сказал безумец сердца своем, нет Бога. А они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий ищущий Бога. Все уклонились, сделали сравнонепотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб и не призывающие Господа. Тому боятся, а не страха, где нет страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отвержены, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песня Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле и к дивным Твоим к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлюю кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь и жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесну и меня. Не поколеблюсь. От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радости перед лицом твоим. Блаженство в деснице твоей вовек. Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду мою, внемли воплю моему. Прими мольбу из уст нелживых. От твоего лица суд мне да изыдет, да возряд очи твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость твою, спаситель уповающих на тебя, от противящихся десницы твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих, укрой меня. От лица нечестивых нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом твоим, от людей рукою твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищ твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Псалом 17. Начальник ухора. Раба Господня Давида, который произнес слова, песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула, и он сказал, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову доступ поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал и он услышал от святого чертога своего голос мой и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвигнись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева его, из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него, наклонил он небеса и сошел и мрак под ногами его, и воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных, от блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные, возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой град и угли огненные, пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их, явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа твоего Господи, от дуновения духа гнева твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне, воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим. Ибо все заповеди его передо мною, и от уставов его я не отступал. Я был непорочен перед ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих перед очами его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его, ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой Господи, Бог мой просвещает тьму мою, с тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену, Бог не порочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него, ибо кто Бог кроме Господа, и кто защита кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня, ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои, я преследую врагов моих, и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их, поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои, ибо ты припоясал меня силою для войны, и низложил под ноги мои восставших на меня, ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня, они вопьют, но нет спасающего, ко Господу, но он невнемлет им, я рассеваю их, как прах перед лесом ветра, как уличную грязь попираю их, ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников, народ, которого я не знал, служит мне, по одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют передо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих, жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику твоему Давиду и потомству его вовеки. Псалом 18 Начальник ухора Псалом Давида Небеса проповедуют славу Божию и о делах рук его вещает тверть. День дню передает речь и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу и оно выходит как жених из брачного чертога своего радуется как исполин пробежать поприще. От края небес исход его и шествия его до края их и ничто не укрыто от теплоты его Закон Господа совершен укрепляет душу Откровение Господа верно умудряет простых Повеление Господа праведны веселят сердце Заповедь Господа светла просвещает очи Страх Господень чист пребывает вовек Суды Господни истина все праведны Они вожделение золота и даже множество золота чистого слаще меда и капель соты и раб твой охраняется ими в соблюдении их великая награда кто усмотрит погрешности свои от тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего чтобы не возобладали мною тогда я буду непорочен и чист от великого развращения да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодно перед тобой господи твердыня моя и избавитель мой псалом девятнадцатый начальник ухора псалом давида да да услышит тебя господь в день печали да защитит тебе имя бога яковлева да пошлет тебе помощь из святилища из сиона да подкрепит тебя да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое да соделает тучным да даст тебе господь по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит мы возрадуемся о спасении твоем и во имя бога нашего поднимем знамя да исполнит господь все прошения твои ныне познал я что господь спасает помазанника своего отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающие десницы своей иные колесницами иные конями а мы именем господа бога нашего хвалимся они поколебались и пали а мы встали и стоим прямо господи спаси царя и услышь нас когда будем вызывать к тебе псалом 20 начальник ухора псалом давида господи силой твоей веселиться царь и о спасении твоем безмерно радуется ты ты ему чего желало сердце его и прошение уст его не отринул ибо ты встретил его благословениями благости возложил на голову его венец из чистого золота он просил у тебя жизни ты дал ему долгоденствие навек и век велика слава его в спасении твоем ты возложил на него честь и величие ты положил на него благословение навеки возвеселил его радостью лица твоего ибо царь уповает на господа и во благости всевышнего не поколеблется рука твоя найдет всех врагов твоих десница твоя найдет всех ненавидящих тебя во время гнева твоего ты сделаешь их как печь огненную во гневе своем господь погубит их и пожрет их огонь ты истребишь плод их земли и семей их из среды сынов человеческих ибо они предприняли против тебя злое составили замыслы но не могли выполнить их ты поставишь их целью из луков твоих пустишь стрелы в лицо их вознесись господи силою твоею мы будем воспевать и прославлять твое могущество псалом 21 начальник ухора при появлении зари псалом зари к тебе взывали они и были спасаемы на тебя уповали и не оставались в стыде я же червь а не человек поношение у людей презрение в народе все видящие меня ругаются надо мною говорят устами кивая головою он уповал на господа пусть избавит его пусть спасет если он угоден ему но ты извел меня из чрева вложил в меня упование у грудей матери моей на тебя ставлен я от утробы от чрева матери моей ты бог мой не удаляйся от меня ибо скорбь близка а помощника нет множество тельцов обступили меня тучные васанские окружили меня раскрыли на меня пасть свою как лев алчащий добычей и рыкающий я пролился как вода все кости мои рассыпались сердце мое сделалось как воск растаяло посреди внутренности моей сила моя иссохла как черепок язык мой прильпнул гортани моей и ты свел меня к персти смертной ибо псы окружили меня скопище злых обступило меня пронзили руки мои и ноги мои можно было перечесть все кости мои они смотрят и делают из меня зрелище делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий но ты господи не удаляйся от меня сила моя поспеши на помощь мне избавят меча душу мою и от псов одинокую мою спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов услышав избав меня буду возвещать имя твое братьям моим посреди собрания восхвалять тебя боящиеся господа восхвалите его все семя иакова прославь его да благоговеет пред ним все семя израиля ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего не скрыл от него лица своего но услышал его когда сей воззвал к нему а тебе хвала моя в собрании великом воздам обеты мои перед боящимися его да едят бедные и насыщаются да восхвалят господа ищущие его да живут сердца ваши вовеки вспомнят и обратятся к господу все концы земли и поклонятся пред тобою все племена язычников ибо господне есть царство и он владыка над народами будут есть и поклоняться все тучные земли преклонятся перед ним все нисходящие в персть и немогущие сохранить жизни своей потомство мое будет служить ему и будет называться господним вовек придут и будут возвещать правду его людям которые родятся что сотворил господь псалом 22 псалом давида господь пастырь мой я ни в чем не буду нуждаться он покоит меня на злачных пожитях и водит меня к водам тихим подкрепляет душу мою направляет меня на стези правды ради имени своего если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла потому что ты со мной твой жезл и твой посох они успокаивает меня ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих умастил елеем голову мою чаша моя преисполнена так благость и милость твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей и я пребуду в доме господнем многие дни псалом 23 псалом давида в первый день недели господня земля и что наполняет ее вселенная и все живущее в ней ибо он основал ее на морях и на реках утвердил ее кто взойдет на гору господню или кто станет на святом месте его тот у которого руки не повинны и сердце чисто кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно ближнему своему тот получит благословение от господа и милость от бога спасителя своего такого рода ищущих его ищущих лица твоего божия поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные и войдет царь славы кто сей царь славы господь крепкий и сильный господь сильный в брани поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные и войдет царь славы кто сей царь славы господь сил он царь славы